Музыка Чип является исключением моей жизни. Волонтеры из Армавира просили помощи, и я отозвалась. У Чипа была проблема с глазами. Это был слепой щенок, он жил у дороги вместе со своими сестричками. Я оказалась тем единственным человеком, который готов был его принять в семью. По виду, на мой взгляд, мне казалось так, что один глаз можно сохранить все-таки. Но доктор сказал, что это невозможно. Глаза ему... Один глаз точно поврежден колотным предметом, острым. Ну, то есть ему выкололи глаз. А второй под вопросом. Таким образом мы зашили ему глазки. Я нашла семью в Германии для Чипа. Я его для этого и брала, для того, чтобы решить вопрос глазами и пристроить его в семью. И семья такая была, но мой муж привязался к нему за это время. И это было его решение. У них огромная любовь. Вот так в нашей семье остался Чип. Мониторил соцсети и совершенно случайно наткнулся на человека, который спасает животных и помогает им устроиться в жизни. И я увидел фотографию Тяпы, такого маленького, безобидного, беззащитного собакевича, который сидел закрытый в клетке, единственный холодный, голодный, в клетке Беларуси. Его сдали на усыпление в Беларуси. Он единственный жил в ванной закрытой, в отличие от всех собак. У человека было порядка 20 собак в доме в этот момент. Он единственный жил в ванной. То есть он был скандальный, агрессивный, на всех кидался, на всех бросался. Естественно, было очень сложно его адаптировать. На тот момент у меня была уже собака одна тоже приютская. Мне нужно было как-то их сдружить, как-то сдружить со мной, чтобы он подружился нормально. И, естественно, мне пришлось пойти в школу коррекции поведения. И вот мы с ним, собственно, так вот откорректировались. И научились уживаться, скажем так, нашли общий язык. Научились договариваться, что тоже непросто с собакой, со взрослой. Ну и плюс вот эта морда, эти глазки, когда я увидел впервые, я понял, что это моя собака. Правда, это сходу. Хотя говорят, что собака выбирает человека, ну, не знаю. Я его сразу выбрал, а уже потом он со мной смирился, мне кажется. Лео попал в приют 8 месяцев. Его нашли волонтеры. Он сидел на цепи около стройки. У него не было еды и воды, и волонтеры его выкрали с этой стройки. Так он подростком попал в приют и, по сути, всю жизнь свою сознательную прожил там. Приют для него был домом, у него были хорошие соседи. Я не скажу, что его жизнь в приюте была ужасна. Ну, конечно, это не то же самое, что быть домашней собакой, когда о тебе заботится человек. Изначально я пыталась его пристроить. Я была волонтером, который был ответственен за его пристройство. Я возила его по выставкам, но он никому не приглянулся. И в какой-то момент я поняла, что у нас уже образовалась настолько тесная связь, что я уже не могу без него жить, а он уже не может жить без меня. Поэтому я решила его забрать. Чип прекрасно гуляет на улице. У него нет никаких проблем. Он поднимается, спускается по ступенькам, он не бьется об деревья, он гуляет без поводка. Абсолютно как обычная собака. Единственное, что нужно, это поменять игрушки, потому что игрушки должны быть со звуком. Все остальное то же самое, как с любой обычной собакой. Это старшая собака, ее зовут Майли. Майли – это глаза из защиты чипа. Она его адаптировала, она его защищает. Тот чип, которого мы видим сегодня, который вот так гуляет свободно на улице, это все сделала она. Не я. И не мы. Я никогда не была у домашних животных. И я даже не представляла вообще, сколько времени придется тратить на собаку. Но это такая радость на самом деле, что мне теперь нужно каждое утро вставать, каждый день я хожу гулять два раза в день. Вот есть люди, которые могут просто дома отсидеться, выходные, например. У меня такого варианта нету, я все равно гуляю, смотрю на мир, я не знаю, смотрю новые места, посещаю. И это только благодаря моей собаке. С Тяпой, когда он появился, немножечко стал под сомнением вообще мой образ жизни. Но на удивление, он приспособился к моему образу жизни. То есть не я приспособился к нему, то есть я стал больше времени проводить дома. Нет, наоборот, он стал больше проводить времени со мной. Он частенько сопровождает меня в офис, на мои рабочие встречи, даже в бизнес-поездки какие-то я его частенько беру с собой. Для меня Тяпа, конечно, лучший компаньон сейчас. Вот с кем бы я ни путешествовал, в какой компании я бы не был, Тяпа идеальный компаньон. Скорее наша жизнь поменялась, когда появилась первая собака. Появился другой круг друзей, всякие разные места мы стали посещать. Жизнь правда меняется. Я стала общаться с интересными людьми, я организовала группу здесь, в районе, для отлова и стерилизации собак, для спасения собак нашего района. Когда Лео уже адаптировался, социализировался, привык, скажем так, к городу, я решила, что нам нужно пойти куда-то заниматься, я всегда об этом мечтала. Есть очень много спортивных дисциплин с собаками, и мы пошли с ним на кинологический фристайл, потому что этим можно заниматься с любой породой, ну, то есть это не привязано к породе. И мы занимались с ним 4 месяца, выучили очень много команд, и он реально проявил себя, то есть он очень способный, он очень быстро учится. Я, когда только его забирала, думала, что максимум его научу сидеть, и слава богу. И таким образом мы выучили очень много команд, и нам посоветовали пойти участвовать в шоу, ну, чтобы как-то рассказать историю, как собака из приюта, вообще развеять миф о том, что собака из приюта может вообще обучаться. Потому что есть такой миф, что надо брать щенка, учить его с детства, а взял собаку в 3 года, она уже ничему не научится. Так вот, это миф. И Лео тому подтверждение. Поэтому мы, собственно, пошли на шоу. За это лето у меня случилось такое тоже яркое достаточно событие, наверное, самое яркое и запоминающее событие этого лета. Случайно мне наткнулся, попалось на глаза объявление о кастинге, где нужно было участвовать с собакой. Я шутки ради решил отправить анкету. Совершенно неожиданно для меня мне ответили, что вроде как вы подходите, давайте-ка созвонимся. У меня не было задачи попасть в телевизор, потому что, чтобы попасть в телевизор. Нет, для меня было, скажем так, во-первых, такой легкий фан был. Ну, плюс у меня была в голове всегда мысль о том, чтобы донести до людей, а если это удастся донести до большого количества людей, используя при этом такие каналы не только как социальные медиа, но и телевидение, я подумал, почему бы и нет. Пусть люди знают, что брать собаку из приют – это классно, это круто, комфортно прежде всего. Поэтому я вот решил, почему бы и нет. Показал прекрасный результат, и мне кажется, зрители в него влюбились. И если вдруг после этого шоу у людей, у какого-то человека пойдет в приют и возьмет собаку, для меня это будет такой маленькой победой, какой-то собаке повезет. Это прекрасно, считаю. Я намеренно хотел собаку из приюта, не жалко животных, правда. Я считаю, что каждая собака заслуживает дом, заслуживает друга близкого, хозяина. И неважно, да, не зависит от порода, от размера, от степени агрессии, воспитанности. Это все можно корректировать. На самом деле, с какими-то собаками легко, с какими-то и не очень легко. Поэтому для меня это был принципиальный момент, да, спасти какую-то маленькую, пусть собачью жизнь. Когда человек берет собаку из приюта, собака, попадая в новые условия, в новый дом, она ведет себя как щенок, то есть ее мозг, он начинает адаптироваться к новому миру, к новому состоянию, и собака все пробует, как маленький щенок. Она пробует вот это сделать, хозяин говорит, можно она, ага, можно, а вот это нельзя. И таким образом, когда только человек взял собаку из приюта, можно сказать, что он взял из щенка. Главное, этот момент не упустить, начать заниматься с собакой сразу. Показывать ей границы, выстраивать сразу, тогда никаких проблем не возникнет. В приюте не сидят больные какие-то собаки, они абсолютно такие же. Любую собаку можно искупать, привести в порядок, вычесать, покормить, и она будет такой же красивой, как и все те домашние собаки, которых мы видим на улице. И они прекрасно гуляют, точно так же, как обычные собаки, абсолютно здоровые. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok